Торжественный приём в честь Дня Конституции прошёл в Большом зале областного правительства. На мероприятии губернатор вручил государственные и региональные награды, а также паспорта юным тверичанам. Библиотека для слепых – первое и единственное место работы Светланы Марковой. Сейчас она занимает должность замдиректора и продолжает все важные проекты, которые реализуются в библиотеке уже не один год. Одно из таких направлений интересных работы – это запись звуковых книг, которые заранее, естественно, отобраны нами. И сборники поэтические, и сборники небольшие рассказы. Сейчас очень много волонтёров, желающих принять участие в озвучивании книг, но по-прежнему тема актуальна. Мы приглашаем волонтёров. Сейчас читателями библиотеки являются более трёх с половиной тысяч человек, которые получают здесь не только психологическую помощь, адаптацию к общению с другими людьми, но и возможность погрузиться в интереснейшие сюжеты книжного мира. В библиотеке большой выбор рельефно-точечных изданий и рельефно-графических пособий. Книги, которых в других библиотеках нет. Это рельефно-точечные книги Брайля, звуковые книги, называются они «говорящие книги» и на флешках, и на кассетах, ну, кассетах уже практически сейчас нет, и на дисках, и рельефная графика, тактильные книги, развивающие для детей. Ещё наша библиотека особенная, потому что у нас особенные читатели. Люди, у которых такая жажда жизни, и есть чему поучиться, вот прям не устаю удивляться их оптимизму. За свою любовь к работе, за преданность делу и уважение к чужим бедам Светлана и стала обладателем звания «Почётный работник отрасли». Я искренне верю, что каждый, кто сегодня здесь присутствует, сегодня и впредь, всегда на своём рабочем месте, на местах, каждый день, будет делать всё зависящее от него для того, чтобы люди, живущие в нашей стране, смотрели в завтрашний день не просто с надеждой, а со спокойствием и уверенностью. Звания почётного работника были удостоены ещё 15 жителей Верхневолжья, в том числе в сферах здравоохранения, госслужбы, социальной защиты населения, строительства и торговли. Все они одни из лучших в своих отраслях. Кроме того, были вручены и государственные награды. Из рук губернатора в этот день их получили председатель областного отделения Союза пенсионеров Нина Комова, замначальника научного института ВКС Олег Неплюев, начальник отделения службы защиты гостайны Ярослав Антонов и другие. Сегодня мы честливым людей, которые воплотили в нашей жизни самые главные ценности, которые провозглашены основным законом нашей страны, Конституции Российской Федерации. Это память предков, любовь и уважение к отчизне, к нашему отечеству, забота о его процветании и благополучии. Нас объединяет искренняя любовь к России, гордость своей страной, стремление трудиться для решения общенародных задач. Особые слова были адресованы в этот день Наталье Шерстнёвой, маме юной жительницы Вышнего Волочка Дарьи, которая ценой собственной жизни спасла свою сестру. Наталье Владимировне передана медаль за спасение погибавших. Спасибо вам за воспитание гражданина России, человека с большой буквы. По уже сложившейся традиции, в день торжественного приёма юным тверичанам вручили их первые паспорта. Документы из рук губернатора получили 10 школьников. Игорь Рудене пожелал представителям молодого поколения успехов и свершений на благо Родины.